Заглянуть в арматурные, сварочные и формовочные цеха? Да пожалуйста! Профориентационная экскурсия как раз для этого и нужна. Сегодня восьмиклассников познакомили с производством и, возможно, будущим местом работы. У нас вообще очень развита профориентационная деятельность. То есть мы ходим на различные экскурсии, они своими глазами могут видеть, как люди работают, как что-то там производится. То есть это, наоборот, им поможет в выборе профессии. Сейчас особенно у них как раз восьмой класс, дальше девятый. То есть уже они, может быть, будут определяться. Такие встречи для ребят старших классов проводят уже более пяти лет. Экскурсии стали доступны благодаря совместной работе Комитета по развитию предпринимательства и Комитета по образованию Барнаула. Конечно же, согласие самих предприятий. Такие встречи, как сегодня, со школьниками проходят регулярно. Сначала учебного года, практически каждую неделю. Профессии такого мужского направления. Но я хочу сказать, что у девочек она тоже вызывает интерес. И мы недавно столкнулись с тем, что была в группе сварщиков девочка. То есть это вот в архитектурно-строительном колледже, которая с большим интересом пришла на экскурсию. Кстати, в этот день ребятам показали два абсолютно разных производства. Следующим на очереди был цех по изготовлению окон. Многим, мне кажется, понравилась эта сфера деятельности, как работать на заводе и еще что-то. Так как, ну, для многих это очень интересно. Так как многие смотрят на название или на картинку университета, колледжа или института какого-нибудь. Им будет полезнее проходить, посмотреть, каково это будет на реальных событиях, как это будет выглядеть по-настоящему. Всего в этот день на экскурсии, посвященной выбору будущей профессии, побывал практически весь 8-й Б. Из 20 учащихся пришли 17 ребят. Мария Костова, Владислав Ковалев. День с толком.